всем привет с вами канал автора надежда мы сегодня посмотрим что думает ваш партнер по поводу ваших отношений как он видит эти отношения какие эмоции ему доставляют ваши отношения в общем все что касается вас вашего партнера и того что происходит между вами на сегодняшний день а если вы хотите научиться читать карты таро буквально с первой колоды то у вас есть такой шанс потому что 13 января будет вебинар по темной колоде черный гримуар из темных колод пожалуй самое интересное на мой взгляд есть и другие колоды но мы сейчас говорим именно об этом она самая популярная самая известная она порой отталкивает но те кто начинает с ней работать понимает что те существа которые казалось бы такие страшные неприятные они потом становятся лучшими союзниками потому что карта карты смотрят глубоко колоды отвечает очень подробно и даже с нуля даже выйдя после вебинара вы уже сможете я думаю вы с удовольствием захотите посмотреть какие-то свои ситуации либо ситуации своих родных и близких и поверьте вот на 80 это минимум на 80 процентов вы сможете ответить на любой четко конкретно поставленный вопрос потому что после вебинара у вас мало того что будет запись того что было чтобы освежить знания чтобы где-то какие-то моменты проработать а более того у вас будет еще pdf документ который вы сможете распечатать который вы можете пользоваться в электронном виде по каждой карте описание каждой карты ключи к каждой карте и трактовки поэтому даже если что-то не удержалась в памяти не отложилась спокойно взяли открыли нужную страницу и прочитали себе ответ также подчеркиваю что те знания которые я даю они максимально подробны вот все что я знаю я все передаю и это достаточно доступно по сравнению с теми вебинарами которые можно сейчас найти нет я нисколько не пытаюсь набить себе цену я все-таки сторонник того что знания должны быть доступны конечно они не могут быть бесплатными потому что обесценивание и я знаю по себе все что мне доставалось бесплатно на этим очень много я имею ввиду в плане курсов очень много у меня так и лежит а когда-то горела когда-то хотела и все до обесценивание ровно в то что мы вкладываем мы в это стараемся вникнуть поэтому я вам оставляю ссылочку на видео в котором все подробно рассказываю в этом видео также еще будет розыгрыш двух этих колод черный гримуар и в этом видео также послушайте внимательно про скидки скидки на классическую колоду знаний много не бывает но классическая колода она никогда не помешает и даже если вам взять черный гримуар и потом в дальнейшем добавить классикой знания вы максимально расширите те значения карта которые вы будете видеть и опять же вот на базе двух этих колод поверьте вы потом в дальнейшем сможете достаточно легко работать с абсолютно разными колодами потому что у вас будет классическое чтение у вас будет оракульное чтение это в принципе все что нужно для того чтобы владеть картами таро на очень очень высоком уровне а живой вебинар это еще возможность пообщаться со мной лично написать вопрос который вас волнует может быть по самой темной колоде возможно какие-то профессиональные нюансы тонкости бывает что не получается найти ответы на свои вопросы какие-то хитрости я всегда готова ответить на ваши вопросы и я это буду делать потому что моя задача чтобы вы получили нет не просто знания по конкретной колоде но плюс еще прояснили темные моменты в которых вы не можете разобраться самостоятельно поэтому добро пожаловать успеваете скидки на классическую колоду 50 процентов и 30 процентов до 31 января не добро пожаловать но сейчас давайте мы приступим к нашему сегодняшнему раскладу начнем конечно же с описание ситуации это сигнификация того что происходит на данный момент кстати какие-то термины незнакомые вам тоже если вас интересует волнует тоже вы можете спрашивать все что знаю сама все с удовольствием вам расскажу итак это кто у нас себе ведет как дурак обесценивание здесь показывает даже не столько дурак обесценивание такое ощущение знаете что мужчина получил свое время что хотел и потом завис то ли перехотел то ли потерял интерес и это очень болезненный момент для вас потому что вы этому человеку максимально отдавали всю себя эмоции действия поступки планы какие-то которые вы связывали с этим человеком свой свой свои собственные это все просто перевело к огромному разочарованию и даже к сожалению потому что восьмерки кубков навсегда уход с тяжелым сердцем мы всегда тяжело прощаемся с тем что нам дорого но мы вынуждены это оставить потому что там уже нету смысла вкладываться потому что то что ты вкладываешь это все без цель на бесполезно пропадает это не дает никакой компенсации это не приносит больше удовольствия и в целом знаете вот такое здесь вот просто вот переели вы этих отношений вот буквально вот уже просто по горло вам все то что происходит сейчас у вас эмоционально происходит такое какое-то знаете вот замирание или затухание когда и есть воспоминания и когда вы еще вну что-то конечно эмоционально еще теплится здесь не убиты до конца чувства ваши но здесь уже понимание что эти чувства они не реализовались глазах вашего партнера то есть он не оценил их по достоинству он обесценил все то что вы ему давали а он девочки действительно от вас же что-то здесь получил и причем получил немного на халяву даром эта карта подарка карта подарка а сам делиться не хотел что-то за получил остался доволен и причем на этом этапе когда за получила до того момента как это все получить конечно здесь вы видели и его желание вы видели его стремление вы видели такой знаете вот драйв мужчине ударить мужчина который заинтересован который хочет отношения и хочет какого-то развития но стоило ему что-то получить а чаще девочки это даже бывает вот буквально банально вот интим получил и все потерял интерес но также здесь может быть провел с вами этом год там несколько лет и все случилось привычка случилось состояние что и все я уже тут видел я уже все знаю и дальше мне не интересно вот и конечно вы можете здесь сказать вот и тут я все таки возвращаюсь к этому дураку потому что здесь не то что как дурак вел себя он себя вел вел здесь как инфантил причем очень полный инфантил я сейчас не про конституцию тела да вот полная безответственность полная знаете вот такая детская непосредственность когда ты смотришь на человека вот то ли дурак то ли прикидывается вот я не я и лошадь не моя но это его поведение действительно девочки было связано с тем что его в принципе если оставить ваши отношения вот без дальнейшего развития они его будут более чем устраивать а если вы хотите что-то другое вы пытаетесь до него достучаться здесь мужчина будет делать вид что он вас не понимает как будто вы знаете вот разговор вот немого с глухим или вот разговор двух людей которые говорят на разных языках и они друг друга не понимают то есть вы ему говорите а он квадратные глаза что ты хочешь от меня вот ваньку валял а вот если вот мягко сказать это действительно так давайте посмотрим что произошло у мужчины что он просто перестал подавать какие-то признаки жизни в ваших с ним отношения перехотел или хотел потому что ответственность надо было нести потому что действительно здесь от мужчины требовала знаете вот не просто вот я в штанишка вот у меня мужское достоинство а здесь мужчине надо было вкладываться здесь мужчине нужно было взять ответственность за себя ну ладно за себя все мы можем в той или иной мере за себя отвечайте и там я не знаю там обеспечивается содержать и принимать решения за вас прежде всего и все то что связано с вашими отношениями здесь мужчина перегорел потому что он понимал что вот дальше уже не будет так как раньше с вами когда было интересно когда было легко когда удовольствие были в кайф вот без напрягом дальше здесь получается вы с этим мужчиной дошли до определенной точки в отношении причем даже если вы были с ним уже в законных отношениях да вы были семью когда от него требовалось больше чем он делал ранее и он мог забыть что раньше он в любом случае на энтузиазме когда ему и интересно было он вкладывался вкладывался действительно на он горел а дальше дальше случилась вещь которую мы называем мужчина по обвыксе или мужчина привык то есть уже какого-то такое знаете вот спонтанного желания что-то делать чтобы получить от вас какую-то реакцию чтобы создать какую-то классную атмосферу ваших отношений ему уже это ну не надо было то есть раньше интересно было раньше он получал на вот какие-то первые впечатления первое открытие там первые эмоции и он хотел больше 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 а потом получилось так что вот все эмоции и какие-то базовые свои потребности здесь мужчина закрыл и все и дальше вот потеря некая потеря интереса но именно в этот момент вот мужчина здесь когда уже открытие никаких он не жаждал и отношения для него я даже скажу такое неприятное слово вот стали более рутинными а тут раз а ему нужно что-то делать а он это я не хочу опять же здесь еще сопровождалось тем что мужчине надо было что-то изменить и очень серьезно привычки свои например образ жизни окружение работу место жительства то есть для него это было бы действительно очень серьезным переворотом его жизни даже если девочки мы берем а здесь кубки и мы не можем их проигнорировать тут кубки тут кубки даже девочки вплоть до того чтобы мужчине просто банально как нам кажется нужно было бы бросить злоупотреблять веселящими напитками но и это для него кардинальная смена в его жизнь башня до что все так как раньше больше не будет а вот эти вот изменения а зачем они мне нужны мне и так хорошо мне и так комфортно и поэтому вот в попытке достучаться до этого человека когда вы хотели вы еще жаждали вы у вас теплилась надежда что он поймет но раньше же он был другим вот сейчас я с ним поговорю пообщаясь может быть там где-то пальцем погражу там или или где-то там какое-то условие там или или будешь будет со мной не не хочешь значит мы расстанемся вы просто видели что он вот реально вот вот то образное выражение когда вы ему на одном языке а он вам на другом и вы не понимаете почему он так себя ведет а он просто не понимает что вы от него хотите на самом деле конечно понимал он делал вид он все понимал что вы от него хотите просто представить что чему бы ему это стоило чтобы стоило какие будут дальше изменения причем изменения здесь но реально практически здесь безвозвратные и все наш товарищ сдулся он стал вам показывать что он ничего не хочет все что нужно в принципе он уже получил и поэтому если отношения и закончится то он максимально здесь взял то что он хотел из этих отношений конечно женщине будет обидно конечно женщина которая горела которая была счастлива даже в какой-то момент вот быть с этим человеком была счастлива строить планы эти планы притворять в жизнь увидев что товарищ наш просто теряет интерес просто он готов пожертвовать этими отношениями он готов их закончить и причем особой какой-то девочки озабоченность это не выражая вот это всегда нам женщинам обидно потому что мы создание эмоциональные и вот то выражение что я всю душу вложила в этого мужчину и в эти отношения это вот очень очень хорошо вот вкладывается в то что я здесь свежий знаете с одной стороны вы вложили всю душу а он вам вынул эту душу плюнул туда там в грязной обуви потоптался это тоже абсолютная правда вот ваши ощущения они нисколько знаете вот не утрированную вы не придумали не дорисовали ничего а мужчина просто девочки не захотел что-то менять страшно стало а зачем по факту можно же продолжить вот на той вот на том моменте где он сбавил обороты если вы захотели бы можно было бы продолжить а если вы не хотите то в принципе ну значит тогда нам не судьба тогда нам не по пути и вот в женском мозгу порой сложно уложить вот такие вещи как так он так сильно хотел он клялся в любви он делал там какие-то поступки а вдруг в какой-то момент он просто перехотел на девочки мужчин так бывает но она бывает в тот момент когда он уже заполучил что-то свое и у него началось привыкание рутина не отношения в которых там что не день то праздник а вот такой знаете уже повторяющийся сюжет который он видел не один раз и зачем ему что-то делать если по его мнению по факту отношения такими и будут а он здесь жизнь себе просто знаете вот перепахает поставит ее с ног на голову и все он говорит стоп 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 не меня так не устраивает я так не хочу вот поэтому здесь мужчина гласно или не гласно предложил вам два варианта условно первый вариант это мы продолжаем но ты от меня ничего не требуешь второй вариант ведь если ты от меня требуешь тогда я умываю руки неприятно конечно приятно я даже мне сложно представить что испытала женщина когда она просто поняла что все что она делает просто все впустую обесценивание однозначное стопроцентно если девочки у вас уже немного переболела или наоборот хочется выплеснуть то что на душе напишите пожалуйста что вы испытали в тот момент когда вы поняли что в вот в тот момент когда вам это было важно это было нужно мужчина вот просто какое-то знаете такое вот наплевательское отношение другим девочкам тоже будет полезным потому что знаете порой очень успокаивает когда ты понимаешь что ты не один вот в такой ситуации ты не один с такими ощущениями не один с такими чувствами и эмоциями но давайте теперь посмотрим его мысли по поводу ваших с ним отношений по поводу всего того что происходит на данный момент между вами но поганец здесь конечно не скажу я по-другому точнее не буду себя останавливать в тех выражениях которые я бы и больше сказала но это уже будет не литературные слова я сказала и так что он думает по поводу ваших отношений до начиналось то все здорово действительно и интересно он стремился ему это важно было девочки ему это нужно было он себя независимо от возраста сколько сколько ему было 50 60 70 30 40 абсолютно здесь не важно он все снова почувствовал подростком вот как когда-то когда он только влюблялся когда он только начинал интересоваться красивыми девочками и эти девочки будоражили его сознание вот тоже самое он смог испытать с вами то есть где-то даже вот омолодился на какой-то период почувствовал себя счастливым почувствовал себя еще ого-го на независимо опять же вот от того сколько вашему мужчине лет и это конечно его здесь очень радовало стимулировала он реально себя почувствовал настоящим прям мужиком таким вот альфа самец вот не больше вы взяли девочки и вложили в этого мужчину уверенность на трон посадили корону ему надели и периодически эту корону начищали точнее корону ему отделе отделе и начищали ухаживали то есть пестовали его самолюбие пестовали его гордость ну и в итоге вы получили человека который получил вот он бесплатный дар про который я говорила то есть вы дополнили в нем все то чего ему не хватало уверенности в себе амбиции каких-то гордости самомнение это сделали девочки вы своими собственными руками можно конечно здесь сказать грубо да вы вырастили ну так или иначе некого монстра но ему то здесь только в кайф это было он-то конечно здесь вот счастье своего оценить даже не мог насколько он себя классно чувствовал и здесь он об этом же нам и говорит то есть это его ощущение это его мысли по поводу ваших с ним отношений ну а дальше что ну это дальше бы здесь показано все то есть здесь такой знаете вот всплеск и затухание вот две очень таких пассивных карты почему почему теперь давай нам пожалуйста рассказывай а ловит то чего-то девочки вот из того что можно было уже нечего стало то есть вы и для него из женщины которая была для него открытием в той или иной степени вы были для него звездой которая помогла ему здесь раскрыться а дальше вот этот вот образ вас женщина которая знаете вот муза на вы сто процентов здесь музой для него были в которой он искала вдохновение и источник сил знаете дальше это муза стала просто вот реально девочки привычкой то есть вот все что можно было ему показать из своих возможностей своей личности вы ему показали то есть здесь может быть грубо девочки скажу но сложилось так что вот книга прочитана ее можно конечно перечитывать давно вот какие-то очень яркие моменты а в целом то я уже содержание знаю и постоянно ее читать 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 но я думаю вы сами можете представить эту метафору и все здесь мужчине стало девочки не интересно ему больше хотелось отдыха ему хотелось сократить длительность встречи и наоборот увеличить чистоту между встречами там между звонками между переписками между общение ему захотелось новых девочки эмоций которые с вами уже не были связаны к сожалению знаете смотрите произошла какая история то есть пока мужчина рядом с вами рос уже не мог расти бесконечным бесконечно и вы ему тоже вот какие-то фокусы открытия тоже бесконечно долго не могли определенный пик развития своего здесь мужчина достиг все вот выжить из из него там вытащить больше здесь любом случае не получилось хотя здесь по факту вот запас еще какого-то роста у этого мужчины был но дальше там нужны были действия с его стороны он просто дальше не захотел но по факту оказался уже не способен то знаете как вот он мог бы если бы ему дальше это было бы нужно а ему уже не нужно то есть он книгу прочитал перечитал еще какие-то интересующие его моменты перечитал еще раз а потом стал понимать что мне это ну уже все известно не интересно а чтобы получить какие-то новые эмоции от этой книги я дал дальше до должен сам ее переписать на разнообразить сюжет я должен изменить может быть там какие-то декорации пусть действующие герои будут те же но погрузите в другие ситуации вот это образно да что мужчине нужно было сделать а мужчина здесь год а зачем зачем мне это надо вот искать какие-то сложности искать какие-то свои проблемы я хочу впечатлений снова да я хочу любви я хочу эмоции я хочу чтобы меня радовали вот снова вот оказаться на троне когда вокруг меня до достойная женщина до женщина которая меня наполняет и пусть она будет рядом ухаживает заботиться переживает пусть она будет рядом но чтобы она не требовала от меня вы знаете вот переписывать теперь сюжеты пусть в некогда очень любимой и интересной книги ну и какие его выводы знаете девочки здесь какие выводы здесь либо вы находитесь с мужчиной в тех отношения которые у вас были и вы его они к чему не принуждаете но при этом у него будут какие-то еще свои интересы если мы говорим о мужчине который любит погулять девочки он тоже на этом настаивает потому что эмоции которые ему так нужны с вами он и больше не может получать вот в достаточной мере чтобы снова чувствовать себя мужиком он с вами почувствовал ему хочется больше но ему хочется даром ему хочется на халяву а поэтому какие-то вот может быть интрижки но здесь не обязательно другие женщины там пусть это алкоголь будет да допустим мужчина хочет попивать даже если он будет от вас скрывать а вы если узнаете просто головой покачаете и не заставляете его бросать да не отбираете там эту бутылку там не разбиваете или не выливаете не дай бог на его глаза а если здесь вы хотите все-таки его каких-то перемен нет девочки тогда ему тогда ему проще либо найти для себя какие-то новые отношения вот либо просто быть без отношений если от него будут требовать все он хочет быть знаете в таком какой-то анабиозном состоянии когда даже в отношениях вот они развились до какой-то фазы мне классно мне здорово и все пожалуйста не требует мне ничего я не хочу я боюсь мне это сложно это не мое и не надо вот здесь так знаете девочки вот если вы хотите из этого мужчины получить вот более достойного экземпляра нежели он является на данный момент и вы хотите чтобы он старался для этого он вкладывался он в этом случае не хочет иметь ничего общего ему это не надо вот как то выражение не пытаетесь вытянуть человека из болота против его воли потому что скорее всего это его естественная среда обитания и вот заставить там я не знаю условно жабу жить в открытом океане но это невозможно это против природы так и тут и здесь ситуация что вы либо соглашаетесь вот с его такой знаете вот пассивностью вы соглашаетесь с его какими-то знаете вот слабостями комплексами вот его невыразительной мужской позиции рядом с собой либо тогда действительно вот в данный момент вот никакой истории хорошей не получится здесь сам мужчина сейчас не хочет мы смотрим сегодняшний день конечно порой и не порой постоянно какие-то случаются там перипетии какие-то случаются ситуации что-то вот в душе переворачивается и те кто не хотел порой знаете вот бегут с тремя голову вот из-под земли достают все то что когда-то им так не нужно было да это часто случается и вы тоже девочки у которых опыт с мужчиной далеко был не единократный я знаю точно что кто-то так вам возвращался только уже вот это добро ну и даром не надо перегорели перестрадали встретились с чем-то лучшим или с кем-то лучше мы все да и этот экземпляр просто остается в вашей памяти как знаете вот было и было и было и слава богу что дальше ничего не получилось я знаю что у меня есть такие девочки которые признаете вот при упоминании своего бывшего вот знаете такое брезгливое состояние вот как кошкам или собакам которые намокли вот им хочется отряхнуться на вот чтобы избавить себя вот от этой лишние жидкости на себе вот так вот отряхнулись вот и девочкам так хочется вот но бывает что иногда мы встречаемся с девочками которые только вот находятся в этом состоянии вот до состояния вот некой брезгливости да или равнодушия им еще нужно дойти вот ваш товарищ вот его предложение а вы девочки думайте сами на сегодня все поставьте пожалуйста лайки если вам понравился расклад если он ответил на ваши вопросы поставьте много лайков мы с вами скоро встретимся подписывайтесь на канал подписывайтесь на telegram там все основные новости у меня выходит и до скорых встреч пока пока